Открытие дворовой площадки Марина Джангирашвили ждала с нетерпением. Для девочки это место стало почти родным. Сюда она приходит уже не первый год. Марина рассказывает, что побывав здесь однажды, ей хочется вернуться сюда снова и снова. По дворовой площадке я очень скучала. Здесь можно поиграть во что-нибудь очень-очень интересное и познакомиться с новыми ребятами. Помимо малышей, открытие дворовой площадки ждали и подростки. Лера Забродина каждое лето старается проводить и здесь время с пользой. Больше всего на площадке девушке нравится играть в спортивную игру снайпер. Мы делимся на команды. Два капитана и игроки на поле. Капитаны начинают игру сзади других противников. Их задача – выбить всех противников. Тогда команда победила. На открытие площадки пришло более 10 детей. Организаторам пришлось разделить их на две группы, чтобы в каждой было не больше 7 человек. При входе на площадку каждому ребёнку измеряли температуру и обрабатывали руки антисептиком. Поскольку мы очень ограничены сейчас в играх, мы не можем использовать мастер-классы, например, но мы заменяем это спортивными играми и играми на смекалку, такими, которые не требуют контакта. Дворовая площадка работает с понедельника по пятницу с 14 до 17.00. Посетить её могут дети в возрасте от 7 до 18 лет. Также дворовые площадки работают на улицах Юности, Московской, Куйбышева и Силкина. Более подробную информацию о спортивных мероприятиях Центра внешкольной работы можно посмотреть в их группе ВКонтакте.